Хей-хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня начинаем наше новое приключение в киберпанковом мире под прекрасную музыку в игре под названием The Red Strings Club. Устраивайтесь поудобнее, ведь у нас дождь, а значит самое время потянуть свою руку за горячим чайком. На этом мы и начнём. Не хворайте. Ну что ж, ребят, поехали. Интересно, в какой момент я был обречён? Ха, никогда не думал, что моя смерть будет такой эпичной. Думаю, не на что жаловаться. Эй, Донован, ты слушаешь? Тебе не нужно останавливаться каждые три предложения, чтобы спросить, слушаю ли я. Конечно, слушаю, я же бармен. Да, девчонка из Проксимы. Вега. Оказалось, она просто использовала меня, чтобы вывести на чистую воду агента городской полиции. Ты переспал с ней? Нет, она не по мальчикам. Во всяком случае, меня чуть не арестовали, но мне удалось взломать боты и вылезти из патрульной машины. Тебя когда-нибудь прибьют или того хуже. Если ты продолжишь вести дела с этими мутными типами из Проксимы. Нашим городом правят корпорации. Если бы я не сотрудничал с этими мутными типами, я бы мигом остался без работы. В общем, отстойный день. Почему ты ничего не предлагаешь мне? Окей, как ты себя ощущаешь? Бурбон, водка, текила. Удиви меня. Так, что у нас тут есть? Хорошо, давай приготовим напиток для Брэндайса. Чего мы хотим? Ты видишь какие-нибудь интересные узлы души, Нумен? Эм, Нумен? Ах, похоже, последняя муза иссякла. Давай посмотрим, могу ли я соединиться с новой. Эм, Женец чувств, умоляю тебя, даруй мне свою благодать. Сплети красные нити и направляй мою руку, дабы я уловил потаенные эмоции. Должно сработать. Теперь, если ты меня слышишь, возьми бутылку и подвигай ей. Муза, это мы. И, видимо, мы будем готовить напитки. И это напоминает нам Вальгалу. Киберпанковый мир и... Вау, обещает быть очень круто. Нажми один раз, чтобы взять ее. Еще раз, чтобы отпустить. Держа бутылку, ты можешь нажать и потянуть, чтобы вылить содержимое. Да, я действительно могу передвигать. Хорошо. Я уже чувствую. Теперь попробуй визуализировать душу нашего посетителя. Вот так. Теперь сфокусируйся в баре The Red Strings Club. Мы не просто подаем напитки. Мы используем алкоголь, чтобы пробудить чувства посетителей. Чтобы уловить их флюиды и позволить им смаковать, оплакивать или созерцать основные настроения их душ. Попробуй прочесть душу Брэндейса. Это скрытое состояние, которое он носит в себе. Узлы души. Наведи на них курсор, чтобы прочитать краткое описание. Итак. Гордость. Тревога. Сожаление. Теперь давай пробудим одно из этих дремлющих ощущений. Что бы ты ни налил в стакан, оно отразится на диске души. А вот диск души. Каждый напиток сказывается по-своему. Вверх, вниз, влево и вправо. А, да, смотрите. Стрелочка вверх на этом напитке. На этом как бы влево. Это вниз, а это вправо. Видите? Соедини диск души с узлом души. Так ты и создашь напиток, достойный бара The Red Strings Club. Экспериментируй, пока не набьешь руку. Если растеряешься, ты можешь проверить ингредиенты в записной книжке. Так. То есть, понимаете, какая здесь механика? Мы будем двигать круг души, совмещаясь с разными чувствами. И получается, напиток будет каждый раз достаточно индивидуален. Правда, еще есть лед. Так, давайте записную книжку посмотрим. Бурбон Александр Хайроллер. Бурбон высочайшего класса из тех, что есть на рынке. Тщательно выверенный аромат этого алкогольного напитка обладает насыщенным вкусом, а мягкое послевкусие отправит самую вашу душу на невиданные доселе высоты. Водка Deep Down. Чуть сладкий вкус этой ультра... 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 Так, ультратитиальной... Нет, подождите. Насыщенным... Это М. Ультраме... Ультрапреми... Ультрапремиальный. Это М. Блин, М? Смотрите, как Т выглядит, да? Я буду очень часто путаться, мне кажется. Ультрапремиальной зерновой водки на каждом этапе чарует, оставаясь при этом необыкновенно мягким. Когда раскрываются такие и тонкие, и чуть... И чуть землистые ароматы, вас уносит в самые потаенные уголки сознания. Так, еще есть. Absent West Word. Выдержанный в старейших в мире дистилля... Дистилля... Дистилляционных аппаратах, этот вручную отобранный букет из 19 трав включает анис, восточная звезда. Заставит ваши вкусовые рецепторы просто пританцовывать от удовольствия, согревая вас внутри, где-то слева, со стороны сердца. Текила Карлос де Реча. В год производится только 80 бутылок этой эксклюзивной текилы, обладающей богатым вкусом, запеченной агавой и ароматом дыма. Она способна разжечь вас настоящее пламя. Научно доказано, что будучи приготовленной по секретному рецепту, она активно стимулирует правое полушарие вашего мозга. Факты и сведения. Выпытыватель, сын бывшего босса мафии, говорят у него очень нетрадиционные методы. Проксима тоже будет на новогоднем саммите корпорации города. Суперконтинент презентует что-то революционное. А Кару, парень по имени Гост, уже имел дело с красным секретом. Задача. Узнать больше о новом... О новом... Вольн... Вол... Так, как там назывались? Ээээ... Выпытыватель, да, наверное? О новом... Хотя нет, здесь... О, определенно. Вольно... Вольно что-то там. Выпытыватели в городе. Потаённом, может быть? Нет. Вольнующего... Не знаю. Короче говоря, выпытыватели. Получить приглашение на новогодний саммит корпорации города для Брейндайса. Найти поставщика красного секрета и синего шёпота. Так, ну что ж, давайте. Давайте куда пойдём, ребята? Так, у него... Эээ... Он сейчас был в... Вот интересно, то, что нам рассказывают персонажи, это имеет значение... Ммм... Каким чувством их лучше приводить? Ну, например, приходит клиент и говорит, я не знаю, сегодня я выиграл лотерею миллиард там рублей. И у него вот здесь, например, радость, там, я не знаю, тревога, например, за то, что он их может потерять. Ну, вы понимаете. И вот, основываясь на его словах, соответственно, подводить к определённому чувству. Или мы к каждому должны будем чувства подвести. В общем, давайте узнаем. Вот наш Брэндайс, он там от ментов бежал и так далее. Давайте... Сожале... Давайте не будем подпитывать его сожалению и тревогу. Давайте гордость лучше сделаем. Для этого нам нужно взять вот это... Ой, тихо. Для этого нужно взять вот это. Так. Так. Ты можешь закрепить напиток, добавив в него нужное количество льда. Каждый кубик льда уменьшает размер диска души. Сделай так, чтобы диск совпал с размером узла души. Ах, вот зачем лёд нам. А-а-а, так. Смотрите, да, диск уменьшается. Опа, как точно. Подать. Почему так долго? Опять проводил кастинг мус? Ха-ха. Да, я растерял свой талант и хотел сделать напиток достойный твоего утончённого вкуса. Жнец, чувство умоляю тебя, даруй опьянение моему другу. Сначала выпей, а потом смейся. Ты знаешь, я всегда попадаю в точку. Знаю, знаю. Давай проверим, почему ты сегодня ударишь. Ах, вот это хорошо. Тебе нравится? Подать брендой су стакан гордости. Красная нить. Красная нить, вот она. Смотрите, сколько здесь. Таким образом мы составим свой сюжет. Да, видите, у каждого будет по три. Ну, в общем, три действия. Вот у нас было три, и мы выбрали с вами верхнее. Ну, то есть стакан гордости. А могли пойти по другому пути. А также эти пути можно смешивать. А где-то по две. А где-то четыре. Смотрите, сколько много. Где-то вообще один. И вот конец. Брендойс выпал с башни Суперконтинент. Вот до чего он дошёл. И как он к этому придёт, определим только мы. Но конец уже известен. Красная нить. Прям под название. Тебе нравится? Ещё бы, освежает. Я уже и забыл про того копа-дроида, навалявшего мне. А ещё должен отметить, что помимо поездки на патрульном беспилотнике, я получил за эту работу кругленькую сумму в биткоинах. Что, правда? Как так? Ну, скажем, то, что Вега сдала меня в полицию, было не совсем случайным. Ненавижу, когда мои работодатели не до конца раскрывают свои истинные планы на меня. А так как всё это выглядело подозрительно, я поставил Центауру в известность о том, что буду взламывать транспортную сеть в северном квартале этой ночью. Они наняли меня удалить пару пакетов с данными сервера, что привело к срабатыванию сигнализации и... Какого чёрта? Бар закрыт, милочка? Это андроид какой-то? Это не пьяница, Брейдайс, это андроид, да. А, а я думал, ты одна из фанаток имплантов. Подними её, и мы посмотрим, что это у нас тут, хорошо? Есть, сэр. Привет, кто ты? 184. 184? Тебе говорит о чём-нибудь, Тони? А, он в довольно плохом состоянии, но мне кажется, это андроид Акара из Суперконтинента. Они до сих пор ещё не вышли в свет. Я слышал, что их пока используют для внутренних нужд. Суперконтинент. И какого чёрта оно тут делает? Понятия не имею. Говорят, это первый андроид, способный принимать этические решения. Анализируя каждый фактор в жизни любого субъекта. Принимать этические решения. Возможно, это андроид сбежал из Суперконтинента. Из-за того, что этически подумал то, что там творится, не может продолжаться, или этот андроид не может быть участником того, что там продолжалось. Продолжалось. Продолжение следует... Это-то, амиго. Чем занимаемся мы, информационные брокеры? Делимся очевидным, продаём релевантное. Но мы же команда. Именно, и я прикрыл твою задницу. Много знать слишком рискованно в твоём деле. Что если кто-нибудь попытается выбить из тебя эти сведения? Они просто убьют меня. Ведь у меня не будет никаких рычагов воздействия. Дефектное развитие человека. Эм, окей, было довольно жутко, я подключаюсь. Дефектное развитие человека, он сказал. Охренеть. Воу-воу, подожди секунду. Ты собираешься подключить свой нейронный накопитель к этой фабрике фейерверков? Да, не переживай. Я не полезу слишком глубоко. Просто хочу проверить банки памяти. Ты хочешь узнать, как эта Акара здесь оказалась, не так ли? Окей, не расслабляйся. Всё окей. Ох, а ты сможешь заплатить мне потом за информацию. Заплатить тебе? Но мы же команда. Это для твоего же благопупсик. Так, и мы находимся в банке памяти. То есть вот оно. Тот самый андроид. Hello, world. Приветствую, Акара 184. Добро пожаловать на работу. H-корпса, клиническое отделение Суперконтинент. Надеемся, что ты станешь отличным мастером по человеческим усовершенствованиям. Понятно. Он будет заниматься человеческими усовершенствованиями, то есть апгрейдами. Следовательно, он сказал дефектное развитие человека, а значит что-то будет происходить с ними, что он будет считать неверным по отношению к человеку, к его развитию, и ясно. Ясно. Пожалуйста, ознакомься со своим рабочим местом. Сообщи, когда сможешь начать принимать заказы. Да, господин, спасибо. Так и мы сможем с вами походить. Это гончарный диск. На нем ты сможешь мастерить конечности и органы для клиентов. Это официальная трансгуманистическая энциклопедия H-Corps. С ее помощью ты сможешь изучать различные улучшения и выбирать нужные для создания на гончарном диске. В этом интерфейсе отображаются данные о наших клиентах. С его помощью ты можешь следить за прогрессом клиентов и их постоперационной удовлетворенностью. Это операционная. Здесь ты будешь принимать наших клиентов и устанавливать им необходимые улучшения. Мы можем начать прием клиентов. Эээ, так, ну, да, например, да. Отлично, а вот и первый. Ой, голенький! Так. Мы можем начать операцию? Эээ, проверить файл клиента. Камдин Лошоун. 21. Косплеер. Что бы я ни делал, я не могу увеличить число подписчиков. Пожалуйста, помогите! Так. Ага! Смотрите, и здесь мы выбираем апгрейды. Он не может повышать харизму в социальных сетях. Подходит, по-моему. Установить дизайн. Так. Это блок биоматерии. На этом станке ты сможешь превратить ее в полезное улучшение. Нажимай несколько раз, чтобы вращать станок. Когда станок достаточно разогнался, правой рукой ты можешь придать форму биоматерии. Нажимай на кнопки устройства справа от тебя, чтобы... Первое. Выбрать подходящий инструмент, чтобы придать форму, как на чертеже, из трансгуманистической энциклопедии. Так, постойте. Мы с вами будем реально как гончар, который делает какие-нибудь там, я не знаю, чашки или вазы. Будем вылепливать. То есть нам надо будет нажимать, чтобы она крутилась. И давайте просто... Вот тут инструменты есть. Видите, разные формы вот изображены. Прям первая кнопка. И вот есть выемки, видите, как бы соответствующие вот формам этих инструментов. Так. Второе. Отменить последствия действия и исправить ошибки. Вон, вторая кнопка. Биоматерия вернется к своему предыдущему состоянию. Хорошо, что, кстати говоря, нам дают возможность убрать ошибку. Третье. Включить несколько треков, настраивающих на рабочий лад. О, это тоже кайф. И четвертое. Завершить работу и покинуть станок. Это галочка. Экспериментируй столько, сколько тебе будет нужно. Помни. Нажимай несколько раз, чтобы вращать станок. Придавай биоматерии форму и нажимай на кнопки правой рукой. Мы ждем от тебя отличный продукт АКРА-184. Так. Так, как это вообще... Ага, вот, я раскручиваю. Так, вот, то есть мне надо постоянно сжать, да? Ну-ка. А если я прекратил? Да, он останавливается. Надо постоянно сжать. Ну-ка, как это вообще? Давайте сейчас попробуем. Так. Так. И... А, вот, она заполняется. Ага. Так. Ну, допустим. Ого! Так, и вот эта нам теперь нужна. Так, мы вроде бы сделали, все зелененькое. Так, треки включу. Производство завершено. Чаровница. Отлично. Так, теперь подходим к нему. Мы можем начать операцию. Установить модули. А, у нас только чаровница, да. Теперь наш клиент будет популярен в интернете. Но сделает ли это его счастливее? Мы можем начать операцию? Так, проверить файл клиента. Мартин Джордж Витц. 31 год. Предприниматель. Офигительный геймплей! То есть мы мало того, что будем заниматься напитками, смейте истории, мы будем еще заниматься апгрейдами. Ну, вот этими, вот этой работой. Несколько моим стартаперам нужно больше инвесторов. Вернее, нескольким моим стартапам нужно больше инвесторов. У меня классные идеи, но мне не удается убедить людей профинансировать их. Так, убедить людей. Значительно увеличивать навыки убеждений. Вот, они прям подряд идут. Хорошо, мизионер или как-то так. Давайте сделаем. О, уже заполнены, кстати говоря, частично. Так, здесь нам понадобится... А, кстати, инструментов больше, чем изображено. Да, реально, их больше, чем изображено. Так, я уже вот вижу вот это вот. Так. Теперь вот это. Ну, а можем здесь? Да, и вот этим можем подправить. Все. Идеально. Производство завершено. Визионер, отлично. Так, это должно ему помочь убедить... Инвесторов? С Мэтью, кстати, светится, когда мы с вами вставляем. Убеждение — отличный способ соблазнить сильного. Впрочем, большая сила иногда приводит к большим амбициям. Надеюсь, у него все будет хорошо. Мы можем начать операцию? Проверить файл клиента. Виктор Атомнов. 28 лет. Знаток электронных СМИ. Я так устал от всей этой ненависти в интернете, что боюсь, что больше не смогу писать. Мне нужно вдохновение. Вдохновение ему нужно. Фильтрует онлайн-контент и блокирует любые проявления негатива. Но вот это ему тоже подходит. Значительно повышает сексуальную привлекательность, избавляет от потребности в общественном признании, обнуляет амбиции и жажду власти, затыкает общественное сознание. Повышает хори... А, все. Ну, ему-то подходит крестное. Которое фильтрует негатив в интернете. Ого, как бы пригодился, да? В современном мире бы нам такое. Хотя, на самом деле, это ужасно, как мне кажется. В плане того, что... Лучше уж видеть картину такой, какая она есть. Не находите? Так, давайте аккуратненько. Так, хорошо. Так. Так, ну-ка подправим здесь, давайте. Вот так вот. Так, здесь... Вот эти, может быть, да, будут? Потому что у нас нет такой в другую сторону выпуклой. Все, готово. Производство завершено. Крестное, отлично. Замечательно. Можем начать операцию, да. Легко жить с закрытыми глазами. Не понимая ничего из того, что видишь. Мы можем начать опер... Погодите, тот же самый парень, нет? Отзыв пациента. А-а-а. Что бы я ни делал, не могу... Так, стоп. Отзыв пациента. Вау, число моих подписчиков подскочило до небес, но я вместе с тем набрал нереальное количество хейтеров. Так, погодите, а у нас есть уже против хейтеров? Или надо заново делать? А, нет. Смотрите, мы раз ее сделали, и она у нас осталась. Фильтрует онлайн контент и блокирует любые проявления негатива. Во. Если ты будешь игнорировать недоброжелателей, другие не станут любить тебя больше. Это верно, да. Так, и короче, нам по второму кругу их пихает, но уже, видите, мы их дополняем. То есть они уже отзывы нам дают о том, что мы сделали. Итак, о да, вот это отличная штука. Я добился шестизначных инвестиций. Но чтобы все мои стартапы выдержали, мне нужно больше. Продолжай. Так, а давайте мы установим известные в социальных сетях. Будет продвигать там. Харизма, да. Мне кажется, подходит. Для продвижения стартапов, по-моему, самое оно. Харизма позволяет заручиться поддержкой. Но будет ли этого достаточно? Ну-ка, поговорим об иронии. Я потерял связь с реальностью и больше не могу к ней критически относиться. Мне нужно другое решение. Критически относиться. Так, потерял связь с реальностью. Может быть... Может быть ему... Я не знаю. Так, у нас сделано с вами онлайн-контент. Ему... Он потерял связь с реальностью. Навыки убеждения. Повышает харизму в социальных сетях. Что вот значит обнуляет амбит? Нет, не вот это вот. А вот это. Затыкает общественное сознание. Может быть шелуху сделать? Ему поставить. Как думаете? Хм. Так. Ладно. Поехали. Так. Готово. Завершено шелуха. Да. Надеюсь, это ему поможет. Правда, не совсем понятно, что делает этот модуль, честно говоря. Но... Так, установить. Ну-ка. Держаться на безопасном расстоянии от общественных дел пойдет его душе на пользу. Так. Опять он. Моя жизнь стала гораздо проще без травли в сети. Однако я все еще бесконечно далек от славы топовых косплееров. Так. От славы топовых косплееров. Харизма как бы ему помогла, но... Хейтеров мы избавили. Может быть сексуальную привлекательность ему дать? Потому что косплееры, они часто сексуально привлекательные. Ну, девушки, как правило, да? Может быть это ему поможет? Давайте попробуем. Ой, здесь очень сложно будет вот с этой хренью. Так. Так, аккуратненько. И вот здесь теперь. Ей. Ух! Это реально, ребята, сложновато немножко вот такие вот фигуры выписывать. Так, принц, отлично. Давайте. Мне кажется, сексуальность ему должна пойти на пользу. Харизматичен, сексуальный, еще и косплеер. По-моему, самое оно. Да. Красивое тело может произвести отличные первые впечатления. Но какую пользу внимание подобного рода принесет нашему клиенту? Опять он. Да что ж такое. Отлично, детка. Мне удалось провести парочку успешных краудфандиновых программ. Но все еще нужно подцепить крупную рыбу. Еще. Подождите, крупную рыбу? Так, убеждение у него есть, харизма у него есть. Это ему не нужно. Повышает сексуальную привлекательность, это ему тоже не нужно. Избавляет от общественного призна... А, обнуляет амбицию и жажду... Слушайте, а что если мы обнулим... Обнулим ему амбиции и жажду власти? Мне кажется, он какой-то... Ну, у него какой-то уже пипец начался. Давайте попробуем сделать так. Просто он уже и так там дофига всего. Ну, какую-то крупную рыбу ему еще надо зацепить. Как раз посмотрим, как это повлияет. Так. Поехали. Так. Готово. Так, лягушка. Отлично. Давайте мы уставим лягушку. Как бы странно это не звучало. И посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Обнуляет амбиции и жажду власти. Давайте. Избавившись от ослепляющей жадности, он, возможно, впервые увидит мир. Опа. Так. Эээ... Хорошо. Наблюдатель. Что у него? Ммм. Определенное число моих подписчиков растет довольно быстро. Но обсуждения среди моих фанатов теперь слишком сильно зациклены на моем теле. Избавляет от потребностей в общественном признании. Вот. Давайте теперь это сделаем. Так. Покатили. Так, здесь нам нужно вот такое. Такое теперь. Готово. Отлично. Так, храм. Завершено. Названия такие говорящие. Вот только, правда, лягушка странная, а вот храм подходит очень. Когда от общественного признания хочешь избавиться. Так, принц, лягушка, храм. Отличная работа, Акара, 184. Спасибо, господин. Приготовимся к новому потоку клиентов. Среди наших клиентов будет несколько людей из руководства Суперконтинент. Когда к нам обратится клиент с таким профилем, просто установи им требуемый имплант. Мы не имеем права судить наших владельцев. Принято. Ты можешь полистать клиентскую базу, если хочешь. Сообщи, когда сможешь приступить к операциям. Так, то есть, если с этими мы можем более-менее решать, да, там, избавлять их от чего-то и так далее, то с владельцами мы должны действовать исключительно так, как они нас просят. Хотя я уверен, что игра подразумевает возможность игнорирования этого правила. Какой папке хочешь получить доступ? Выполненной работы. Ну-ка. Давайте посмотрим. Виктор, вот это вот, Атомнов. Я продал свой компьютер и отправился жить на озеро. Я не испытывал большего счастья, чем когда порвал с этим прогнившим обществом. Жизнь слишком хороша. Спасибо вам. Вот здесь, видите, все отлично мы сделали. Мартин Джордж Витц. Пока я не избавился от своей одержимости, я и не осознавал, что лучшие вещи в жизни бесплатны. Большое тебе человеческое спасибо от самого сердца. Замечательно, предприниматель этот. Косплеер. Я удалил свои аккаунты во всех социальных сетях. Теперь я свободен. Замечательно. Все, просто превосходно. Мы все правильно прям сделали. Так, входящие работы. А, ну давайте это. Не будем смотреть их, лучше будем их по факту рассматривать, да? Давайте приступим к работе просто-напросто. Можем начать прием клиентов? Да. Отлично, а вот и первый. Так, проверить файл клиента. Ариадна Акивор, 24 года. Гадалка. Жители этого города перестали верить в силу своих душ. Прошу, укажи мне способ открыть им глаза. Ну, навыки убеждения, наверное, гадалки нужны, мне кажется. А у нас не добавились какие-нибудь новые модули? Нет. Так, получается, можем составить, да? А, навыки убеждения нам нужны. Да. Ого! Твою мать! Ариадна! Что? Ариадна из Проксимы? Да, судя по тому, что я вижу, она, похоже, проникла в одну из имплантацио... имплант... имплантационных клиник Суперконтинент. В ту, где работал наш очаровательный друг-робот. Ну, конечно, звучит разумно. Мне нужно заплатить за эту информацию, или ты просто расскажешь мне? Да-да, не ной только. Как я тебе уже сказал, андроиды Акара, секретный проект Суперконтинент. Они сконструированы с определенным уровнем морали, который позволяет им делать... давать нам, людям, советы при принятии оптимальных жизненных решений, учитывая наше счастье. Ясно. Суть в том, что Проксиме удалось присвоить Акару себе, и они пытались вмешаться в ее настройки морали. Кажется, мы сейчас узнаем, что у них вышло... узнаем, что у них вышло, и что они собираются с этим дальше делать. Класс! Сюжет закручивается, продолжим раскопки. Пожалуйста, вернись на операционную ленту, и... и я смогу помочь тебе. Если ты не вернешься назад, я не смогу сделать тебя счастливой. Не беспокойся, я уже в процессе сама. Зачем ты здесь? Зачем? Давай посмотрим. Что ты знаешь о себе? Я Акара-184. Моя цель — делать людей счастливыми. Если можно так выразиться, да. Ты первый андроид, способный принимать этические решения. Тебя можно охарактеризовать как чувственного андроида, понимаешь? Люди, с которыми я работаю, считают тебя чудом, и я с ними согласна. Мы верим в твой потенциал, и, на наш взгляд, суперконтинент жульничает, ограничивая твои возможности. Они заставляют тебя выбирать меньшее зло, понимаешь? Что за другие возможности? Мы работаем над этим, считая, что это эксперимент на благо общества. Я обновляю твою базу имплантов весьма специфическим набором решений. Я знаю немного иронично удалять твои предыдущие настройки, но, скажем, в их распоряжении еще минимум 183 Акары, чтобы делать свою грязную работу. Мы хотим проверить, как ты будешь действовать в более революционном ключе. Ты станешь счастливее от этого? Более чем. А еще Проксима взломала сервера расписаний в Эйч Корпс и назначила прием нескольких руководителей суперконтинент сразу после меня, так что у тебя будет возможность повеселиться со своими боссами. О, черт. Что еще? Проксима отправила Рианду в имплантационную клинику, чтобы заменить обычные импланты разрушительными человеческими улучшениями. Или, если можно так выразиться, ухудшениями. Я говорил тебе, Проксима чистое зло. Но они записали часть руководства суперконтинент в эту конкретную клинику. Так что с твоего разрешения я останусь на их стороне. Бог ты мой. Проксима также взломала систему наблюдателя, так что... Так что ты можешь не переживать ни по какому поводу. Все, что мы здесь делаем, находится под полным контролем. Я могу вернуться к работе? Да, пожалуйста. Я собираюсь мониторить наши неконтролируемые импланты. Я собираюсь также собрать какие-нибудь сведения у руководителей, над которыми ты будешь работать. А если тебе захочется о чем-нибудь поговорить, я устроюсь тут неподалеку. Спасибо. Ребята, это просто охренительно. Но на этом мы с вами закончим. Для затравочки более чем достаточно. Я надеюсь, вы получили бурю эмоций. Мне игра безумно нравится. Это просто 10 из 10. Господи, 10 из 10. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас также есть группа ВКонтакте и группа в Стиме. Подписывайтесь на них. Уведомления о новых роликах. Уведомления о стримах. Музыка после прохождения игр. Различная информация, иногда бывает сторонняя. Вот, также есть я ВКонтакте и канал на Твиче, где проходят прямые трансляции. Все ссылки в описании под... Заплетаюсь. Все ссылки в описании под видео. Не хворайте, не болейте. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова